Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикации с призывами к убийствам граждан России. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. Оппозиция у нас честная и открытая. И всё больше людей её слышат, понимают и разделяют. Хочу сказать предельно откровенно. За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь. Не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей. Так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить всё и всех по себе. Они полагают, что всё продаётся и всё покупается. И потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю, наш народ. Да, многие страны в мире смирились, смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии.